Народ, здорово! Это Шамшурин. И я уже говорил много раз, что на самом деле онлайн-знакомство гораздо проще, чем вживую, потому что здесь намного меньше стресса. Здесь ты можешь позволить себе чувствовать себя более, скажем так, раскованным, раскрепощенным. Здесь тебе меньше есть чего бояться, потому что тут всегда можно уйти от ответственности и спрятаться где-то, да, там, и тебя женщина не увидит. И люди, исходя из этого, мужчины пишут здесь какие-то вещи, да. Но несмотря на то, что эти знакомства в онлайне намного проще, потому что тут сильно меньше вот этого психологического барьера, несмотря на это, как я уже говорил, то есть есть в основном три линии поведения. Это там, как бы, и все они неэффективны, по большому счету. Это либо жесткий подхалимаш, позиции снизу, либо куда входит и подкуп, в свою очередь и все прочее, да. Либо это какой-то абсолютно неадекватный, желтый какой-то способ общения из серии «Я там супер самец, приезжай ко мне в сауну» и так далее. То есть какой-то мачизм и так далее. И третье, вот просто банальная, скучная, какая-то ничем не зацепляющая, не привлекающая ерунда. И по нашей просьбе, да, люди в прошлый раз сделали задания такие, то есть одно из них создать аккаунт от имени женщины, да, если тебе прям вот хочется почувствовать себя девушкой и понять, что, на что бы она отвечала, на что нет, создай аккаунт от имени красивой женщины. И посмотри, то есть вот у нас один товарищ создал такой аккаунт, прислал мне кучу скринов, и, соответственно, здесь я тебе прокомментирую эти скрины. Я их подсобрал по небольшим группам. Да, первое, это наши дорогие любители позиций снизу. Значит, смотрите, вот пишет товарищ. Привет, Смайлик. Мария, вы очень красивая девушка. Позвольте с вами познакомиться. Ну, как бы, во-первых, это банально, во-вторых, она постоянно получает такие сообщения, это Мария, да. Ну, и в-третьих, самое главное, позвольте, разрешите вы и так далее. Вот эта галантность, хотя человек в этом не виноват, он, его так научили, да, то есть, поэтому он так и пишет. Дальше. Шалом, я в восхищении, ты просто ангельский прекрасно. Ну, это вот из серии, когда человек думает, что чем больше он там выплесит туда эмоций восхищения, там, какого-то восторга, чем красивее какие-то будут слова из серии ангельский прекрасно, тем лучше будет выхлоп. Это не так, конечно же. Некий Алексей пишет, приветствую, с превеликим удовольствием пообщаюсь, если позволите. Вот эти вот все, ну, по сути, все одно и то же. Фантастически выглядишь, день добрый. Не понравился? Ну, то есть, девушка молчит, естественно, да, и он уже в ближайшее время пишет сообщение такого плана не понравился, фото могу еще сбросить или неинтересно, то есть, все это как бы попахивает вот этой моделью, вот этой баллонки, которая бегает по двору бездомная и просит у людей какую-то там булочку или сосиску, пожалуйста, можно я, а я могу вот так сплясать, могу вот так сплясать, могу на задние лапки встать, пожалуйста, что мне сделать, чтобы я понравился, чтобы вы меня взяли к себе домой, чтобы вы меня накормили, но это унижение, это неправильно, это жесткая позиция снизу, добрый день, прекрасная незнакомка, познакомимся, ну, то же самое, плюс еще и попахивает обычной, стандартной, банальной херней, вот, это не я сам придумал, вы сами видите здесь, ребята, на этих скринах, что это пишут люди, и представьте, девушка красивая, открывая свой аккаунт с утра там или вечером, видит постоянно одну и ту же вот эту сопляжуйную хрень, то есть, да, ей приходится выбирать из вот этого вот, скажем так, из этого вот отрицательного, негативного, плохого и неэффективного приходится что-то выбирать, но чаще всего девушки ничего не выбирают, потому что это их не заинтересовывает, может быть, она выбирает то сообщение, где меньше всего вот этого, блядь, жополистого, подхалимничества и всего прочего. Следующая группа это как раз вот неадекваты в сторону мачо, то есть, это люди, которые никогда в жизни, никогда, ни при каких обстоятельствах вживую девушке это сказать не смогут на уличном знакомстве или где-то еще. Привет, ты мне подходишь. Мне интересно, что этот чувак должен, вернее, на что вообще он рассчитывал, да, то есть, интересно, была в его жизни девушка, которая с сайта знакомств, красивая, классная, такая там, офигенская, с прикольными фотками, которая такая прочитала, ммм, тогда ладно, хорошо, привет, я очень рада, что я тебе, блядь, ну что за бред, то есть, ни одна женщина ему 100% на эту херню еще никогда не отвечала, ну, если только какая-нибудь, может быть, бездомная, чтобы он ее там накормил. Так, привет, хочешь меня? Дай свой номер, чувак, причем мы замазали его лицо, то есть, он, такой мужчина с голым торсом, похожий на наркомана, сидящий где-то, там, не знаю, возле зеркала в своей, там, однушке, то есть, вот так выглядит его фотография. Тот самый, то есть, ну, человек, который, в принципе, себя уже назвал так в сайте знакомств, мне кажется, это уже небольшая патология, вот, он пишет, как ты там? То есть, сразу, да, без привета, без всего, как ты там? Моя куропаточка молчит, это был твой шанс. Это просто эпичная хрень, то есть, смотрите, как ты там? То есть, незнакомому человеку говорить, как ты там? Ну, как бы, что должна была девушка там? Нормально сам как отвечать? Нет, такого не будет. Моя куропаточка молчит, ну, хрен знает, я даже не знаю, как это откомментировать. И потом, когда девушка, естественно, на эту херню не отвечает, да, он пишет, это был твой шанс. Это самая болезненная такая вот реакция, которую люди пытаются компенсировать вот этими вот словами, это был твой шанс и так далее. Вот. Одной моей знакомой, кстати, не так давно написал какой-то товарищ там тоже в сайте знакомств. И была такая же самая история, она его проигнорировала, он пишет, ты даже не представляешь, кого ты потерял и так далее. То есть, ребят, вот, можно до бесконечного, ну, понятно, почему человек это делает, да, то есть он пишет это, потому что ему, блядь, сука, очень, очень неприятно и больно, потому что ему кажется, что его проигнорировали. Вот. Ему хочется в ответ хоть как-то уколоть человека или там хоть как-то оправдаться, хоть что-то сказать. И он начинает, типа, там, говорит, ты знаешь, там, я вообще-то футболист, ты даже не представляешь, чего ты лишилась. Да, возможно, он так и думает, возможно, я его даже понимаю. Конечно, это неприятно, когда ты вроде думаешь, блин, я нормальный чувак, почему они так меня игнорируют. Но когда ты так пишешь, это был твой шанс, ты только позоришь себя, потому что, ну, ни к чему хорошему это не приведет. Ну, девушка улыбнется, поржет или что-то еще. То есть, тебе уже ничего не будет лучше. То есть, ты уже, как бы, просрал эту ситуацию. Поэтому, смысл писать эту хрень. Лучше, наверное, задуматься над тем, что нужно сделать для того, чтобы девушки все-таки не игнорировали меня и перестать думать, что причина в девушках, что они вот такие вот плохие, что-то они там не разглядели во мне, сука, герои и так далее. Нет, нужно подумать, что я делаю не так, почему я неэффективен. И, кстати, как раз для этого, дорогие мои, я хочу вас пригласить на абсолютно бесплатное мероприятие, которое состоится 29 числа, 19.00 по Москве. То есть, это бесплатный, абсолютно бесплатный вебинар, онлайн мастер-класс. То есть, вы будете смотреть меня в онлайне. Как получать лучших девушек из сайтов знакомств. Плюс каждому, кто на него регистрируется, то есть, сразу же после регистрации на этот вебинар, вы получаете еще один бонус от меня. Это чек-лист, который называется «Как улучшить свои фото в профиле на сайте знакомств». Шесть пунктов. То есть, в этом чек-листе вы увидите наглядный пример неэффективных фотографий и пример эффективных фотографий, поймете, в чем ваши ошибки в плане того, как вы оформили свой аккаунт. Итак, 29 числа в 19.00 по Москве бесплатный онлайн-мастер-класс, посвященный теме онлайн-знакомств для того, чтобы вы наконец-то перестали заниматься херней и писать женщинам вот такое. То есть, он называется «Как получать лучших девушек из сайтов знакомств». О чем там? Там я буду рассказывать о шести модулях, из которых состоит, на мой взгляд, онлайн-знакомство и вот онлайн-общение вообще, скажем так, неживое знакомство и общение с девушками. Смотрите, значит, первый модуль – это поиск женщины и понимание женской психологии. То есть, важно понимать, кого ты ищешь, важно знать, как эту девушку там найти в этих сетях, то есть, как она там выглядит и важно, очень важно понимать, как устроена женская голова, женская психология, иначе ты так и будешь получать вот либо игнор в ответ, либо лайки только от не самых симпатичных женщин. Второй модуль – подготовка себя. То есть, для того, чтобы ты эффективно знакомился в сайтах знакомств, тебе нужно самому про себя кое-что узнать, знать свои социальные выгоды. В общем, тебе нужно подготовиться с разных-разных сторон. Следующий модуль – подготовка своего аккаунта. Сюда входят фотографии, фотографии и описания, потому что, если у тебя плохие фотки, неправильные фотки, не передающие определенный посыл, если у тебя кривое описание к этим фотографиям, то у тебя даже не будет взаимных лайков, каких-то матчей. То есть, соответственно, к чему это приведет? Ни к чему. Это как машина без колеса, которая какая бы она не была классная. Без колеса или колес она не поедет. Поэтому базовое, первое, с чего тебе надо вообще начать, скажем, осваивать этот навык – тебе нужно апгрейдить свой аккаунт. Следующая – это переписка. Это очень большой модуль, и я буду рассказывать тебе о важнейших составляющих переписки. Следующий – переход к живому общению. То есть, не такой уж большой модуль, но, то есть, суть знакомства на сайте знакомств – обменяться в конце концов контактами, телефоном и встретиться вживую. То есть, об этом я буду говорить на вебинаре. И свидание, конечно же, куда без него, потому что принципиально важно потом с этой девушкой встретиться. И принципиально важно, придя на свидание, если ты понял, что там не та, и тебе она совсем не нравится, не сидеть там зря, сразу уйти. То есть, там очень много нюансов. Итак, значит, смотрите, 29 число, 19.00 по Москве, бесплатный онлайн-мастер-класс «Как получать лучших женщин из сайтов знакомств». Плюс каждому зарегистрировавшемуся чек-лист в подарок ссылка на… здесь под видео. Регистрируйся, тебе придет ссылка в день мероприятия. И, соответственно, я буду вещать. Это мероприятие будет длиться около 2,5-3 часов, сразу рассчитывая на такой вот объем времени. И обязательно будь там, и там ты увидишь систему, увидишь то, что должно у тебя в голове сложиться в определенный пазл. То есть, как выглядят эффективные онлайн-знакомства. Там, на этом бесплатном вебинаре, ты все узнаешь. Дальше вернемся к нашим товарищам. Чувак пишет «Медосмотр, смайлик, раздевайся». Ну, что он рассчитывал на это получить? То есть, вот допустим, ну, интересно, что? Даже если девушка, там, я не знаю, как изголодалась, то есть, она должна была ответить «Что?» Даже самая голодная, там, истосковавшаяся по мужскому вниманию женщина, она все-таки женщина, да, то есть, у нее в голове есть определенные психологические моменты. То есть, она никогда не будет вести себя как доступная шлюха. Вот. Тут чувак отправил какой-то комплимент, цветочек, с него, конечно же, сняли бабки, по ходу дела, за этот цветочек еще в сайте знакомства. И пишет «Приветик, как относишься к отношениям и с финансовой помощью». То есть, человек ищет себе содержанку или проститутку, но возможно, что он на этом сайте ее и найдет. Но тогда уж есть специальные сайты для содержанок и проституток. То есть, мне кажется, там можно эффективнее найти эту женщину. Естественно, если женщина, скажем так, адекватная и не рассчитывает на то, чтобы работать с содержанкой, но она сама себя обеспечивает, она успешная, она стремящаяся, развивающаяся, нахер она будет отвечать этому чуваку. И еще один момент, третий, да, скукота, так называемая, да, «Привет!» Потом дальше пишет, она «Занята», да, «Занята». «Ты красотка, спишь, привет!» Единственное, на чем заканчивается его словарный запас, да, это «Привет!» То есть, вот мужчина даже не думает, что, может быть, нужно как-то разнообразить, наверное, свою переписку, то есть, написать что-то еще для того, чтобы зацепить девушку. Чувак пишет, «Добрый вечер!» «Как жизнь молодая?» Абсолютно скучно, да, ну, как бы, как жизнь, так жизнь, чувак. «Привет!» «Хорошее фото, чем занимаемся, как отдыхаем?» То есть, ну, мы еще пока не вместе, да, поэтому я бы на месте женщины не стал отвечать. «Привет!» «Ау!» «Знак вопроса!» «Знак вопроса!» «Знак вопроса!» Ну, может быть, еще 50 знаков вопроса, они бы сделали так, что этот человек, возможно, бы, наверное, получил какой-то ответ или хотя бы она его заблокировала, чтобы уж, говорится, наверняка. Вот. Поэтому, парни, то есть, эту переписку не я сам придумал, это всего лишь человек с Украины в данном случае создал аккаунт от имени женщины. То есть, ему начали писать, не надо ничего женщине делать, просто ему начинают писать сами эти парни. Пишут три категории вот таких мужчин. Вам самим бы понравилось, ответьте себе честно, если бы вот такую херню вам писали и вы были бы женщиной, например, вы бы согласились вообще с этим человеком общаться, при том еще, что у него не самые лучшие фотографии и не самое лучшее описание и вообще вот такая переписка. Я думаю, что нет. Поэтому, ребята, для того, чтобы получить систему и понимание, как нужно общаться в онлайн-знакомствах, я приглашаю вас на вебинар 29-го числа 19.00 по Москве. Вебинар о общении в сайтах знакомств, об онлайн-общении. Ссылка под этим видео. Заходи, регистрируйся на него, получай свой подарок, чек-лист и увидимся там на вебинаре. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok.